Киевская область подверглась атаке дронов Камикадзе. ВСУ сообщает о новых успехах. В Херсонской области освобожденный изюм все еще живет без света и газа. Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую аннексию России четырех украинских регионов. Министры энергетики Евросоюза договорились о совместных закупках газа. Это одна из мер борьбы с ростом цен на энергоносителя. Киевская область подверглась российской атаке иранскими дронами Камикадзе. Об этом сообщают местные власти. В столице объявлена воздушная тревога. Тем временем на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия. ВСУ сообщает, что добились новых территориальных успехов в районе Херсона. Украинская сторона утверждает, что за последние 24 часа у российских войск удалось отбить еще пять сел. Всего по данным местных властей в Херсонской области освобождены 75 населенных пунктов. 29 из них только в октябре. Жители освобожденного города Изюма вынуждены стоять в очередях за гуманитарной помощью. Газ, электричество и водопровод по-прежнему отключены. Город удалось освободить в ходе контрнаступления в Харьковской области после почти семи месяцев оккупации российской армии. Нам нужны продукты. Взяли хлеб, потому что закончился. Правда, покупать его не на что, честно говоря. Мы стараемся заготовить дрова, утепляем окна. Все щели замазываем, чтобы согреться. Но для других единственный выход уехать. По данным украинской стороны, в городе Запорожье за последние дни в результате серии российских обстрелов погибли и получили ранения десятки человек. Тем временем, сотни грузовых автомобилей вынуждены ждать паромов, чтобы пересечь Керченский пролив из-за субботнего взрыва, который привел к частичному обрушению Крымского моста. В то время как движение легковых автомобилей и пассажирских поездов возобновилось, грузовое сообщение по-прежнему нарушено. Ранее Россия заявила, что задержала 8 человек по делу о подрыве моста, который в Кремле называют терактом, организованным украинскими спецслужбами. Генеральная Ассамблея ООН, подавляющим большинством голосов, приняла резолюцию, осуждающую аннексию России четырех украинских регионов. Согласно документу, Генассамблея призывает государство-члены международной организации поддержать деэскалацию сложившейся ситуации и мирное разрешение конфликта путем политического диалога. За резолюцию проголосовали 143 страны. Пять стран, в том числе Россия, Беларусь, КНДР, Никарагуа и Сирия, высказались против. 35 воздержались. Государство-член ООН, имеющее постоянное место в Совете Безопасности, попыталось силой аннексировать территорию у своего соседа. Эта страна-член ООН нацелилась не только на своего соседа, но и поставила под удар основной принцип этой организации. Одна страна не может силой захватывать территорию другой. Постпред России при ООН Василий Небензе назвал принятую резолюцию политизированной и откровенно провокационной, при помощи которой западные страны решают собственные геополитические задачи. Запад абсолютно глух к проблемам стран глобального юга, к призывам заняться, наконец, их решением. Все брошено на продвижение сюжета с Украиной, но не ради ее благополучия, а лишь для того, чтобы пытаться ущемить Россию. Ранее Владимир Путин подписал законы об аннексии четырех украинских регионов после проведения так называемых референдумов. Как утверждает Москва, избиратели в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также оккупированных Херсонской и Запорожской областях, подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к России. Киев и его западные союзники назвали так называемые референдумы бессмысленными и незаконными. Служба безопасности России опубликовала видео, на котором, по ее утверждению, запечатлен грузовик, участвовавший в теракте на Крымском мосту. В заявлении ФСБ говорится об аресте восьми подозреваемых, пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которые действовали по приказу украинской военной разведки. Украинцы назвали эти обвинения чушью. Российские спецслужбы сообщили, что грузовик перевозил взрывчатку, спрятанную в рулонах полиэтиленовой пленки. По данным ФСБ, груз проследовал из украинского порта Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Оттуда, после подмены накладных документов автомобильным транспортом, через Грузию прибыл в Россию. Власти пытаются восстановить авто и железнодорожные линии на сильно поврежденном мосту. В ответ на нападение Россия нанесла ракетные удары по территории Украины. 12-километровый Керченский мост является жизненно важным транспортным и снабженческим звеном между Россией и Крымом, который был незаконно аннексирован Москвой в 2014 году. Российские ракетные удары по украинским городам, жертвами которых стали десятки людей, в том числе дети, многие жители России считают оправданными. Они верят кремлевской пропаганде, рассказывающей о том, что их страна освобождает от нацистов исторические русские земли. Конечно, погибли наверняка и дети, но и у нас очень многие погибают. Об этом, к сожалению, тоже не говорят на телевидении вообще. На протяжении 8 месяцев мы обещали, обещали. Я уже думал, что русские мужчины не держат слово, а оказывается, держат. А ты? Поддерживаю. Давно пора закончить эту войну. И, может быть, без этих ударов мы ее никогда и не закончим. Меня это очень сильно волнует, и меня это очень сильно дестабилизирует эмоционально, поэтому я искренне себя чувствую украинцам, и я очень хочу, чтобы это все поскорее кончилось. Опросы общественного мнения показывают, что объявление Владимиром Путиным в частичной мобилизации вызвало в российском обществе определенную тревогу и страх. В то же время внушительное большинство граждан страны по-прежнему поддерживает действия российских военных в Украине. Министры энергетики Европейского Союза на саммите в Праге пришли к консенсусу о необходимости совместных закупок газа. В целях сдерживания роста цен на энергоносители такая мера может быть введена к лету 2023 года. Главы европейских энергетических ведомств также обсудили введение потолка цен на российский газ. Но к таким радикальным действиям пока готовы не все члены блока. Подача топлива через российские трубопроводы упала ниже 10%, а атаки на энергетическую инфраструктуру ЕС еще больше усиливают неопределенность. Вот почему Еврокомиссия работает над пакетом предложений, который будет представлен 18 октября. Это будет не последний такой пакет, поскольку мы должны продолжать разрабатывать наши инструменты и корректировать наш подход по мере развития ситуации. Энергетический форум под названием «Российская энергетическая неделя» проходит и в Москве. На нем президент России Владимир Путин вновь назвал Россию надежным поставщиком энергии и обвинил в нарушении стабильности рынка энергоносителей Запад. Страдают рядовые европейцы. За год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в Средневековье, стало запасаться дровами на зиму. Россия здесь при чем? И свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить. В данном случае на Россию. Сами виноваты. После начала вторжения России в Украину страны ЕС пытаются покупать меньше российских энергоносителей, чтобы не финансировать военную компанию Москвы. Тем не менее, из-за роста цен за полгода войны Россия заработала на экспорте нефти, газа и угля около 160 миллиардов долларов. Это больше, чем в довоенные годы. Еврокомиссия рекомендовала Евросоюзу предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в его состав. Эту идею еще должны одобрить все нынешние 27 членов, прежде чем начнется долгий процесс переговоров. Брюссель требует от Сараева усиления борьбы с коррупцией и наркотрафиком и проведения реформ в целью соответствия стандартам и ценностям ЕС. Это наше предложение народу Боснии и Герцеговины, сказал еврокомиссар по расширению ЕС Оливер Вархаи. Мы ожидаем, что руководство страны в полной мере воспользуется этой возможностью. Босния и Герцеговина была разделена после окончания войны в бывшей Югославии, которая унесла жизни 100 тысяч человек в период с 1992 по 1995 год. В стране до сих пор сильны сепаратистские настроения. В той же сложной наследии имеют и другие западно-балканские страны, которые дожидаются своей очереди в приемной Евросоюза. Они находят поддержку в Европарламенте, особенно от депутатов из соседних стран. В нынешней ситуации многие из них разочарованы слишком медленным сближением с ЕС и чувствуют, что о них забыли, сказал румынский социалист Виктор Нагреску. Но западно-балканским странам необходимо двигаться к Евросоюзу. Нужно по меньшей мере некоторым из них дать статус кандидата, чтобы укрепить наше присутствие в их регионе. Продолжение реформ ведет их к Евросоюзу. Босния и Герцеговина присоединяются к семи другим странам, получившим статус кандидата. Дольше всех пытаются вступить в ЕС Турция с 1999 года, но ее переговорный процесс заморожен. А последней подала заявку на членство в Евросоюзе Украина. Сторонника теории заговора Алекса Джонса обязали выплатить 965 миллионов долларов людям, пострадавшим от его ложного утверждения в том, что стрельба в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте была постановкой. В октябре 2012 года 20-летний Адам Питер Лэнс убил 27 человек, в том числе 20 детей, и позже застрелился сам. Алекс Джонс годами утверждал, что случившееся было частью правительственного заговора. Субтитры создавал DimaTorzok